На Болотной площади проходит красочное мероприятие парад воздушных змеев. Перед стартом каждый желающий мог собственноручно изготовить воздушного змея под руководством опытных мастеров. Всего в небо запустят более 150 игрушек разных форм и размеров, в том числе и 5-метрового гиганта. Участие в параде принимает наш корреспондент Алина Гилёва, поэтому сейчас всё сами увидим и выясним. Алин, приветствую тебя. Расскажи, насколько сложно сделать змея и вообще, как его запускают. Проведи мастер-класс. Да, Оксана, здравствуй. Ну, скажу, что сделать такого змея довольно-таки очень легко. И вот сейчас, после того, когда пройдёт запуск, после того, когда мы стартуем, мы ждали, и все ждали здесь нашего прямого включения, для того, чтобы мы в прямом эфире лайфа смогли всё это сделать. Ну, а потом, конечно же, проведём небольшой мастер-класс, чтобы можно было дома, собственно, ручно собрать, для того, чтобы не ехать в центр. Ну что, вот действительно, нас тут три десятка, наверное, человек на площади. Собрались каждый, делал, приходили и с детьми, и взрослые люди. И действительно, вот такой пятиметровый гигант. И вот то появляется ветер, то, к сожалению, его нет. Но нам бы, конечно, как говорится, попутного ветра. Ну что, давайте побежим и попытаемся запустить все наши сделанные змеи. Ну что, побежали? Вы бежите, и мы побежим. Жалко ветра. Нет, слушайте, ну, бегут, практически сбивая оператора нашего. Так, Алин, слушаем тебя. Ну, красиво, красиво. Да, ну вот, всё красиво, действительно, конечно же, не на пляже мы развлекаемся, но тоже лето в столице в самом разгаре. И погода, на самом деле, вот сопутствует тому, чтобы заниматься подобными увлечениями. Но, как и обещала, вот сейчас все побежали, мы немножечко вернёмся, покажу и расскажу, как можно самостоятельно сделать подобное, подобного змея. Потому что всё, на самом деле, очень-очень просто. Рядом со мной Олег-инструктор. Олег, здравствуйте. Давайте расскажем и покажем нашим телезрителям, потому что занимает это всего буквально минут 15. Ну вот, что нам нужно в первую очередь? Это, правда, очень просто. На самом деле, достаточно обычной клеёнки, очень тонкой бумаги. Картон также сгодится. Всё, что может летать. Нам необходима, в первую очередь, большая поверхность, чтобы наш змей хорошо держался. Мы выбрали поверхность в цвет нашего корпоративного цвета, красного, для того, чтобы, возможно, потом подарить. И я привезу вам в редакцию. Вдруг кто-то после рабочего дня тоже захочет немного повеселиться и запустить тоже воздушного змея, правильно? Правильно. Мы делаем небольшую поверхность. Она может быть абсолютно любого цвета и абсолютно из любого материала. Сейчас вот мы быстренько порежем её. Что ещё нужно? Перечисляйте. Материал, правда, материал главное, чтобы был лёгким, чтобы он хорошо взмывал воздух. Чем легче будет ваш материал, тем легче будет летать ваш кайт. Ну вот сейчас поднялся ветер, и нам немножко тяжело это делать. Но при этом давайте вот пока мы здесь делаем, да, попрошу оператора показать, как всё-таки маленькие дети веселятся. Вот действительно у них настолько это вызывает неподдельную радость, увлечение. Вот знаете, я в детстве когда-то пыталась делать самостоятельно воздушного змея, но мои попытки не увенчались успехом. Вот сейчас наверстываю, как говорится, упущено. Ну давайте вернёмся к нашему змею. У нас немного времени осталось. И, Олег, давайте коротко скажем, что понадобится, чтобы наш мастер-класс всё-таки получился. Вам необходимы распорки для змея, чтобы он хорошо держался. Вам нужен каркас. Каркас вы можете прилепить на обычный скотч, на что угодно. В нашем случае это клейкая лента. Ну вот давайте представим, что мы прикрепили на скотч... Да, вот как-то, вот примерно вот так вот. Обыкновенные, кстати, трубочки, палочки могут подойти, мы их клеим на скотч. Потом мы делаем здесь хвостик внизу. Да, давайте покажем. Хвостик точно так же вы можете приклеить на обычный кусок скотча к низу вашего змея. И чем длиннее будет хвостик, тем красивее, конечно же. Да. Ну и на обратной стороне, получается, вот здесь мы посередине делаем две такие дырочки. И туда мы пропускаем катушку с ниткой для того, чтобы можно было бежать, разматывать, и наш змей летел. Конечно. Еще один важный момент. Вам необходимо разрезать трубочки здесь и вставить вот такую специальную распорочку, чтобы змей ваш имел пермиидальную форму. Вот. Ну вот, собственно говоря, как у меня вот здесь, видите, для того, чтобы он получился вот как настоящий, как тот большой пятиметровый, который мы запускали. Ну и вот, змея мы запустили, показали вам мастер-класс, но вообще не стоит, как по мне, сидеть дома. Выходные, в воскресенье, в субботу можно приехать сюда, на Болотную площадь. Подобных развлечений, мероприятий в рамках фестиваля этого лета, что подготовила Москва, довольно-таки много. Есть очень много торговых точек. Если вы захотите перекусить или от жары вам захочется пить, это все так же здесь возможно сделать. И когда вы уже устанете отдыхать, скажем так, можно будет присесть и на лавочках тоже отдохнуть. Оксан, тебе слово. Спасибо большое, Алина. Оказывается, секрет-то в распорочке. Вези змея будем запускать. Это была Алина Гелева. Ну, а сейчас, пока Алина едет, предлагаю нам с вами посмотреть...